Благодаря этим людям школа, второй дом. Взяв за руку ребенка, учитель ведет его по жизни, открывает мир знаний, воспитывает, вдохновляет. Эта профессия одна из самых уважаемых, благородных, а День Учителя поистине всенародный праздник. Он имеет непосредственное отношение к каждому, ведь у всех был учитель. Профессию учителя невозможно оценить. Это главный человек в этой жизни. Педагоги городского округа Щелково принимали поздравления в день профессионального праздника. Торжества состоялись в стенах Щелковского театра. Год педагога и наставника еще более подчеркивает важность вашей профессии для будущего нашей страны. Именно вы формируете нравственные качества наших учеников. Именно вы долгие 11 школьных лет находитесь рядом с нашими детьми. Их благодарят, чествуют, поздравляют, заслуженные награды, именные гранты главы городского округа Щелково, почетные грамоты и благодарственные письма руководителя муниципалитета, Министерства образования Московской области, Окружного совета депутатов, Комитета по образованию и профсоюзной организации. Без интереса, без любви к детям никогда человек, вне зависимости мужчины это или женщины, он не придет в школу и не будет учить детей. Это большая гордость иметь такую профессию. В год педагога и наставника они вновь доказали, что лучшие в своем деле. Настоящий пример и гордость своей малой родины и страны в целом. Сразу двум педагогам было присуждено звание почетный работник сферы образования Российской Федерации. Учитель прежде всего человек. И мне этому всегда учила Раиса Михайловна Никитина. Она мне говорила, Андрей, самое сложное в профессии быть человеком. В сфере образования работает настоящая команда профессионалов своего дела. Кто-то уже долгие годы, а кто-то только начал путь. В день учителя были подведены итоги муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют», в котором приняли участие молодые педагоги со стажем до трех лет. Победителем стала учитель начальных классов лицея номер 7 Ксения Василенко. Для меня было очень интересно не только поделиться своим опытом, своими наработками, которые я сделала за год работы, но и увидеть, как работают другие молодые специалисты. Для меня год наставника и педагога прошли не на бумаге, неформально, а очень живо, потому что я встретила в лицее своего любимого наставника Наталью Владимировну Воронцову. Для Натальи Воронцовой 2023 стал годом победы как для наставника и как для педагога. Она лучший учитель начальных классов Московской области. Награду получила в преддверии профессионального праздника из рук губернатора Андрея Воробьева. Сейчас от учителя очень много требуют. Говорят, что учитель должен обладать педагогическим оптимизмом, креативностью, коммуникативностью и много-много других качеств. Хочу сказать, что все это возможно благодаря только кропотливому труду, и получится все это только у человека, безгранично влюбленное в свое дело. Придя в профессию по зову сердца, эти люди отдают себя не просто работе, а служению. Так важно выражать благодарность учителям как можно чаще. Подарком всем присутствующим в зале Театрально-концертного центра стал премьерный спектакль по произведениям Чехова «Страсти по любви». Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.